СОЮЗНИКИ И ПРОТИВНИКИ Артём Драбкин. Опубликовано 9 июля 2014 года. Я, Стефан Атанасов-Славов, родился 15 октября 1922 года в столице, Софии. Мой отец был сыном почтового служителя из Пловдива. Он работал в туристическом бюро, а затем создал свою собственную туристическую фирму. Помогал болгарским семьям путешествовать по стране и Европе, а также эмигрировать в США. В сущности, он является одним из основателей Балкан-туриста. После 9 сентября он был выселен коммунистами из своей квартиры и рано умер от рака. Моя мама родом из Троян, из семьи среднего достатка. Был у меня брат на год старше, но он умер. Я поступил в Третью Софийскую реальную гимназию. После ее окончания я выдержал конкурс и поступил в высшее военное училище. Нас летчиков было 28 человек на курсе. Позже один погиб во время тренировочного полета. Учебный самолет свалился в штопор, а затем врезался в землю. Вместе с другими юнкерами и однокурсниками я был произведен в подпоручике 3 марта 1944 года. Я и еще семь других летчиков были направлены во 2-й воздушный штурмовой полк в Граф Игнатиево, Пловдевская область. Входит в общину Маритца. Население 1800 человек. Примечание Станислава Смолякова. Там в течение весны лета я обучался на новых, только что поступивших из Германии самолетах, Юнкерс 87, штука. Каково было ваше впечатление от первого полета? Первый полет я совершил еще в военном училище на двукрылом самолете, биплане. Рядом сидел инструктор. Это были очень романтические переживания. Кто обучал вас летать на Юнкерсах? Болгарские или немецкие инструкторы? Инструкторами были германцы. 3 или 4 сентября 1944 года они получили по радиосообщение и поспешно покинули Болгарию. Один из них, майор Баде, был болен и остался. Через несколько недель, когда мы уже осуществляли боевые вылеты в Югославию, меня разбудили рано утром и сообщили, что мой самолет пропал. Штуки были полностью готовы к полету, их заправили бензином и подвесили бомбы. Они стояли на поле в шахматном порядке. Мой оказался ближе всех к взлетной полосе, и поэтому майор Баде его угнал. Однако взлететь самостоятельно он бы не смог. Кто-то крутил ему стартер. Последовало разбирательство. Приезжали люди из государственной безопасности и меня допрашивали. Нескольких часовых арестовали, но потом отпустили. Время было военное, люди были нужны. Кстати, среди наших техников были диверсанты, члены болгарской коммунистической партии. Они подсыпали песок в масло наших самолетов, резали кабели. Однажды произошел неприятный инцидент. Во время показательного полета перед представителями сухопутных сил один наш самолет стал выравниваться после выхода из пикирования, но вдруг перевернулся на спину и врезался в землю. Кто был командиром полка? Один майор, фамилию которого я не помню. После 9 сентября 1944 года на аэродроме Бажуриште, болгарская Бажуриште, Софийская область, самой влиятельной фигурой как-то сразу стал кандидат-офицер Кирилл Антонов. Он был коммунистом. По его требованию поменяли состав экипажей. К самым ненадежным пилотам посадили наиболее проверенных бортовых стрелков, членов Отечественного фронта и коммунистов. Более того, стрелков вооружили немецкими автоматами. В тот же день мы получили приказ атаковать немцев в Битоля. Битола, македонская Битола, второй по размеру город в республике Македония после Скопья. Крупный транспортный узел. Во время полета чья-то штука без приказа покинула строй, а затем приземлилась в поле на нейтральной полосе. Ее командир, капитан Ганчи Савов, побежал к германцам, но хвостовой стрелок Пейе Тодоров открыл по нему огонь из автомата и ранил в ноги. Немцы, разобравшись, прикрыли капитана Савова огнем и утащили к себе. Он вылечился в немецком госпитале, после войны вернулся в Болгарию, но был осужден. А вот Пейе Тодоров после этого случая стал офицером. Спустя два дня мы помогали отбивать атаку немцев при Деве Баир, республика Македония. Как обычно, мы бросили бомбы с отвесного пикирования. К сожалению, часть бомб попала на позиции болгарского 9-го пехотного полка. Были человеческие жертвы, которые вызвали панику. Снова последовало разбирательство, по результатам которого пехотинцы получили приказ обозначать себя, выстреливая ракеты в сторону противника. После этих случаев командир полка был снят, а на его место был назначен командир нашей эскадрильи, капитан Димитр Карваинов. Этот человек даже в самые сложные моменты боя оставался совершенно невозмутимым. Будучи прекрасным пилотом и штурманом, Димитр нас многому научил. Он дослужился до майора, но потом его уволили из армии по статье в интересах службы, и ему пришлось сначала работать в маленькой частной мастерской, а затем водить машину. 9 сентября 1944 года состоялся ваш первый боевой вылет. Вам до этого не приходилось сражаться с партизанами? Да, первый. С партизанами мы не воевали. Славов слева на трибуне. Какое впечатление произвела на вас штука? Я воевал на модификации Д-5. Это были новые самолеты, только что полученные из Германии. На самолете устанавливалось два 20-мм орудия МГ-151-20 с боезапасом в 400 снарядов и спаренный пулемет «Цвиллинг», спаренный МГ-81 с темпом стрельбы до 2000 выстрелов в минуту. Он сильно помогал при отражении атак сзади. Бомбы использовали от 50 до 500 килограммов. Обычно брали или четыре бомбы по 50 килограммов, или одну 500 килограммов. Всего в нашем штурмовом полку было 28 машин. Кроме Д-5 были более старые – Рахвайт-2, Юнкерс-87Р2. У них стояли дополнительные бензобаки. За счет этого достигалась большая дальность полета. Немцы рассчитывали, что мы будем воевать на них в Восточном Средиземноморье, вылетая из Греции. Как вы переносили перегрузки при пикировании? При пикировании перегрузок не было. Они появлялись на выходе из него. Нагрузки достигали 6-7 Ж. Я переносил их легко, так как нас хорошо тренировали. Однако при такой нагрузке я терял зрение на несколько секунд. Как звали вашего стрелка? Подофицер Димитр Колпакчиев. Как вы оцениваете эффективность действий вашего самолета? С сентября по ноябрь 1944 года в составе первой штук эскадрильи 2-го штурмового воздушного полка я совершил 39 боевых вылетов против немецких войск, отступавших из Греции. Приказом главнокомандующего 11 сентября 1944 года для авиации были определены следующие задачи. Боевые действия против авиации противника, авиационная поддержка сухопутных сил, атака транспортных средств противника и воздушная разведка. Нашими целями стали бронированные колонны на шоссе, поезда, легкие тяжелые артиллерийские батареи, мосты и бункера. Помню, как немцы ложились на спину в окопах или выбегали из машин на 10-15 метров от дороги и непрерывно стреляли по нам. Почти каждый день мы попадали в огненные струи фонтанов легких зенитных орудий или в черные шары разрывов тяжелых батарей. Однажды после бомбардировки немецких поездов в Беталя возвращались на обреющем полете из-за плохой погоды. В лощине у села Царево мы наткнулись на зенитную батарею немцев. Две штуки были расстреляны в упор и вспыхнули как факелы. Пилотами были подофицеры Димитр Минчев и Здрав Кочелаков, а стрелками фельдфебель Пенча Сергеев и подофицер Стефан Узунов. Да простит их бог, может быть они бы остались живы, если бы не низкая облачность, которая прижала нас к земле. Другой раз, в ноябре, когда мы атаковали танки в Качанском проходе, севернее Скопье, на нас напали два фоке-вульфа 190. Мой стрелок Димитр Колпакчиев стрелял отчаянно. Я видел разноцветные трассы снарядов, которые облизывали наш самолет. Скольжением я влез в облако вправо подо мной, и тут увидел, что другая штука горит. В последние секунды раскрылись два парашюта. Уже после войны пилот Стоя Кафеджиев вернулся. Он был в немецком плену, потом у американцев и, наконец, возвратился в Болгарию. Стрелок Георгий Георгиев попал к албанским партизанам, которые его жестоко истязали, а потом убили. Уже после войны произошел такой случай. Я и двое моих коллег, подпоручики Стефан Георгиев и Франц Полиев, еще в форме и с орденами, встретили возле корчмы двух фронтовиков-пехотинцев. Они откозыряли нам, и мы разговорились. Они рассказали нам, что однажды их позиции обстреливала немецкая артиллерия. Атаковать было невозможно. И вдруг появились штуки с бомбами. Они заставили немецкую канонаду замолчать. Бойцы атаковали и захватили холм. Глаза наших новых знакомых были наполнены благодарностью и восхищением. Мы спасли немало болгарских солдат при Деве Баир, Куманово, Подуево, Приштине, Битоля, Велес, Страцине, Качанах. Мы пикировали отвесно и видели германских артиллеристов, разбегающихся в стороны. Когда мы летали низко, то видели, как по нам стреляют с автоматов и пулеметов. Не было машины в полку, которая бы не выглядела как решето от попавших в нее пуль и снарядов. Пользовались ли вы окном в полу кабины Ю-87? Да, через него мы выбирали наземные цели для атаки. Оно сильно помогало. Вы летали на штуке и на Ил-2. Можете ли сравнить эти самолеты? Это очень разные самолеты. Ю-87 был очень хорошо сконструирован. Даже когда скорость падала до минимума, он никогда не сваливался в штопор, а просто падал как лист. Ил-2 был создан для поддержки пехоты. Он не пикировал. Очень легкий, простой самолет, сделанный из прессованного дерева. Был очень прост в управлении. Каковы были в полку взаимоотношения между офицерами и солдатами? Во время войны в нашем подразделении держалась отличная дисциплина. Отношение офицера к солдату всегда было человеческим, впрочем, как и обратно. Особенно это чувствовалось по возвращении с боевого вылета. Мы ощущали уважение солдат, ефрейторов и подофицеров. Никто из нас еще не знал, что принесет нам новая власть, установленная Советским Союзом. Когда я ехал по железной дороге, то видел арестованных офицеров из Царского военного училища, которых охраняли штатские с безжалостными выражениями лица. Встречались ли вы с советскими летчиками? Еще на аэродроме Бажуриште возле нас расположились советские истребители. Обслуживающим персоналом были одни женщины, которые спали прямо под крыльями Яков. Летчики поначалу выглядели высокомерными, но оказались улыбчивыми и любезными. Мы обменялись информацией для распознавания вражеской техники. Вечерами мы иногда угощали их нашей Троянской Сливовой. Потом нас перебазировали во Враждебно, 7 километров от Софии. Там было полно союзнической авиации, преимущественно советской. Где вы закончили войну? 24 ноября полеты прекратились. Я и другие участники боевых действий были награждены орденами за храбрость. Как сложилась ваша жизнь после войны? После войны я пересел на Ил-2. Болгарскую армию тогда снабжали советским оружием. Этот самолет на Восточном фронте называли «Черная смерть». В 12-й штурмовой эскадрилле в Пловдеве на авиабазе «Граф Игнатьева» меня назначили командиром звена. Так безоблачно все продолжалось до середины 1946 года, когда начались наши увольнения. В основном они шли по двум параграфам – в интересах службы и за наглую фашистскую пропаганду. Из нашего полка за наглую фашистскую пропаганду уволили двоих. Первым пострадал Франц Палиев с 62-го выпуска военного училища. Он был очень хороший и совестливый человек. Другому повезло еще меньше – его осудили на 15 лет. После моего увольнения с 1946 по 1949 год я был студентом на факультете физики. Мне оставалось доучиться два семестра, но было решено отправить всех студентов с враждебным отношением к власти в концлагеря. Меня арестовали рано утром и отвезли в военный клуб. Там оказалось много таких же студентов, как и я. Офицеров почти не было. Потом меня отправили в Богданов дол. В лагере я застал двух офицеров с моего выпуска. Потом начали прибывать старшие офицеры и генералы. Слава в центре, в Кителе. Охрана лагеря была грубой, к нам относилось очень плохо. Работали мы обычно в ночное время в каменно-угольной шахте, которая находилась в трех километрах от лагеря в сторону Перника. Вечером мы выстраивались в колонну по четыре человека, и группой в 120-200 человек шли на работу. В шахте со мной работал один офицер-разведчик 62-го выпуска училища. Помню полковника Глыбова, награжденного орденом за храбрость. Он был очень слаб и поэтому стоял у входа в шахту. Мы работали в забоях, углубляли шахту. Вначале делали сверлами отверстия, потом закладывали туда взрывчатку и подрывали. Куски угля падали на ленты, а те, что оказывались в стороне, мы грузили вручную. Ленты высыпали уголь в вагонетки. Одни вагонетки выстаскивали вручную, а другие прицепляли к лебедкам, которые их вытаскивали наверх. Во время работы милиционеры обращались с нами грубо. Всячески оскорбляли нас, пинали отстающих, устраивали провокации. Среди заключенных встречались провокаторы, которые организовывали побег через отдушины шахты, ведущие на поверхность. И когда такая группа вылезала, наверху их уже ждали милиционеры и избиения. С нами работал один летчик, не из нашего военного училища. Он был высокомерен, но держался весьма достойно. Трижды он пытался бежать через ограду вверх по холму, но его настигали собаки. В наказании и назидании другим он стоял привязанный к столбу посреди плаца по 10-12 часов. Что с ним стало потом, я не знаю. Из лагеря меня выпустили летом 1950 года. Я устроился грузчиком в военный клуб. Работал в совстрое. Потом один приятель, мой однокурсник, устроил меня в хрампроект. Эта организация проектировала заводы для пищевой промышленности. Там я проработал до 1980 года. Потом я уехал работать в Ливию. Я хороший специалист по насосным станциям, а там были нужны такие специалисты. Милиция сначала не разрешала мне уезжать, но я нашел одного близкого человека, архитектора Бориславова, который был родственником Тана Цолова, первого заместителя председателя Совета Министров. Бориславов тратил много денег, а я, когда работал кассиром института, давал ему взаймы. В Министерстве строительства Бориславова назначили ответственным лицом за технические связи за границей. Он написал письмо, что именно я должен поехать в Ливию. В Ливии я пробыл до 1985 года. Я женат с 1950 года, имею двух дочерей. Интервью и перевод В. Тулин. Литературная обработка Станислав Смоляков. Конец интервью. Читал Олег Лобанов.